Салям Дуслар! Привет, ребята! Я продолжаю развивать тему о Ренате Ибрагимове. Тот, кто смотрел предыдущую мою передачу, могли убедиться, могли посмотреть нашу дискографию. Сегодня я начинаю непосредственно вспоминать все моменты, интересные из нашего совместного творчества. Но прежде чем рассказывать о нашем первом знакомстве, давайте послушаем небольшой фрагмент из песни. Из самой первой песни, которую Ренат с удовольствием взял в свой репертуар. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, 1979 год. Как мы познакомились? В 1979 году, пожалуй, это была уже поздняя осень, я записывал музыку на радио, на московском радио. Оно, в общем, называется у нас ДЗЗ, Дом Звукозаписи. Это тот самый дом радио, сталинский дом радио, откуда еще знаменитый Левитан сообщал сводки информбюро о войне, о войне с гитлеровской Германией. Я там записывал музыку к радиоспектаклю «История моей любви». Этот спектакль назывался «Полибретто Константина Симона». Вот, я уже оделся, иду на выход, и вижу, чуть позади меня идет Ренат. Его тогда все знали, потому что он часто, его показывали по телевидению. Он был в таком бежевом, песочного цвета плаще, без головного убора, такая шевелюра у него, волосы, значит, идет и торопится. А я его так немножко приторвозил, говорю, Ренат, у меня к вам есть некоторые предложения, значит, он так остановился, посмотрел на меня, что такое. Я говорю, вот у меня есть несколько песен, хотел вам предложить, на вы разговаривай. Он так подумал, подумал, значит, говорит, ладно, хорошо, давай, вот тебе есть ручка, чем записать? Я взял ручку, достал блокнот, тогда у нас записные книжки были, не было никаких телефонов, вот, значит, записал, он мне дал телефон. Это, говорит, моя сестра Галя, я сейчас уезжаю на гастроли, вот, она в курсе моих всех дел, звоните и договоримся. Хорошо, и все, и мы разбежались. Вот, потом прошло какое-то время, я, значит, сразу перезвонил этой Гале, это Галя Гончарова, он сказал, что сестра, ну, в общем, она, на мой взгляд, так она не была никогда его сестрой, просто это очень интеллигентная семья была в Москве. Они жили на Садовом кольце, Машков переулок. У нее там, Ренат останавливался очень часто, там, как бы, у него была база, потому что надо было в Москве ездить на записи, давать концерты, когда он приезжал сюда к нам. Вот, а не всегда была гостиница, и поэтому, вот, значит, это было таким главным местом. И я вот ей перезвонил, она сказала, что да, вот он скоро приедет. Я говорю, Галя, вы дайте ему мой телефон, чтобы у нас не затянулся этот процесс. Ладно, хорошо. И буквально через некоторое время Ренат мне сам перезванивает, говорит, Ревка, ты на машине? Я говорю, да, сразу на ты начали разговаривать. Ну, вот, помоги, мне там надо на Казанский вокзал, там, кое-что отвезти. А Ренат обычно, когда в Москве приезжал, выступал, он там, что-то в Москве покупал, чтобы в Казань отвезти. Вот, семья у него тогда была очень хорошая. Тамара жена, две дочери. Я у него несколько раз был в гостях в Казани проездом. Об этом позже расскажу. Это был уже 81-й год. Вот, и, значит, да, и я подъехал на машине, вот этот Машков переулок. Вот, мы там погрузили, там какие-то кордонные коробки, как сейчас помню. Уже зима была, наступил уже, выпал снег. Вот, и я отвез на Казанский вокзал. А по дороге мы обсудили, я ему дал свой адрес, телефон. И говорю, вот так и так, когда будешь в Москве, позвони, мы с тобой. Приедешь, наверное, скорее всего, ко мне, и мы с тобой посидим и подумаем, посмотрим. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. И, опять-таки, прошло совсем немного времени, значит, Ренат приезжает уже как бы ко мне в гости, вот, и всё у нас вот с этого закрутилось, завертелось. Я жил в то время недалеко от ВДНХ, метро это Черваковская, на улице Павла Корчагина. Мы жили, первый рейский проезд, вот, и, значит, у меня дома пианино было хорошее. Он приехал в таком костюмчике чёрном, как сейчас помню, в галстучке, солидно так собрался в гости. Вот, жена пошла на кухню, в Галия, моя супруга, значит, чай там туда-сюда, пироги там какие-то, вот. А мы с Ренатом засели, я за инструмент, и у меня была одна песня. И вот я ему спел песню на стихе Андрея Дементьева «Когда уходит любовь», ему сразу понравилась она, сразу, даже ничего не сказал. Да, говорит, я беру её в репертуар, и он мне говорит тут же, значит, давай-ка мы всё это запишем на фирме «Мелодия». У меня есть такая возможность, всё, ну вот, он рассказал мне о том, что он работает с ансамблем, с вокально-инструментальным ансамблем из Казани «Орфей». Многие даже этого сейчас не знают. У вас в Казани была замечательная группа. Это впоследствии стали моими все очень хорошими товарищами, они меня приглашали работать с собой. И мы практически все песни записывали, те, что пел Ренат Ибрагимов. И они ещё записали свою пластинку, взяли в репертуар пять или шесть моих песен. И вот он мне говорит, нужна ещё вторая песня, чтобы мы «Миньон» выпустили, небольшую пластинку. «Сможешь, — говорит, — написать мне вот в стиле Джо Досена?» А тогда это был очень популярный певец. Я говорю, ну, попробую, я говорю, мелодию сделаю, а кто будет там поэт туда-сюда? Ну, найдём, найдём, не переживай. Ну, и мы на этом попили чай, разобежались, разошлись. А потом через... Да, я тут же сел, придумал. Вроде мне самому так ничего. Подумал, что ему это сгодится вполне. Делая ставку на то, что он всё-таки не совсем эстрадный певец. Ренат, он ближе к оперному исполнителю. Понимаете как? И вот я как-то между этим, дефилируя, сделал вот мотивчик с гармонией, всё положил, всё вроде мне нравилось самому. И когда он в следующий раз ко мне приехал, а в следующий раз он приехал, он, говорит, он хотел всё время узнать, какие бани в Москве хорошие. Он любит париться. Совпало с моим, потому что я всегда в бани ходил московские. Об этом чуть позже. И вот когда второй раз ко мне приехал, я ему эту мелодию показал, опять ему страшно понравилось, говорит, то, что надо. И он мне говорит, да, отдадим текст, чтобы написал Онегин Джекасимов. А Онегин – это великий поэт в то время. Я вообще мечтать не мог с ним соприкоснуться. Тем не менее, это всё произошло на радио. Он меня с ним познакомил. Очень простой, душевный человек. И мы с ним подружились сразу. И всё. И он меня по имени, ревкат. Всё нормально. Никаких таких далёких расстояний. Всё стало близко работать. Там же, кстати, я познакомился с Валей Толкуновой, которая, как позже выяснили, она училась с моей женой в одной школе в Хобрино. Это вообще с ума сойти. Всё вместе как-то совпало. И она на Кипре, Ренат построил себе дом, а его соседка тоже она построилась. Но Валя, к сожалению, очень быстро ушла из жизни. Тем не менее, душевная такая женщина была. Очень великолепная певица. Знаменитая певица, я бы сказал, на всю страну. И вот, значит, с Ренатом мы уже как бы запланировали всё это дело. Текст был, текст сделали. Вот, посмотрите, Онегин Джекасимов опубликовал его даже в своём песенном сборнике. И всё, с этим делом мы уже настроились на запись. Это уже пойдёт 1980 год, следующий год. Об этом пойдёт речь дальше. Ну, вот так, понимаете, я ограничен временем в своих передачах, потому что я не могу по часу делать видео. Я исхожу из времени где-то 15 минут. Примерно столько и прошло. Вот это, значит, часть вторая. Знакомство. Так её назовём. Потом пойдёт у нас уже, я немножко дальше сбегу вперёд, звукозапись, знакомство с ансамблем Орфей. Вот. И так потихоньку мы пойдём, я расскажу всю нашу историю. В основном это будет интересно поклонникам Рената Иврагимова. Ну, всё, на этом я, разрешите, откланяюсь. Всего вам хорошего. Смею заметить, что наконец-то погода изменилась. И дождь, кстати говоря, прибавил нам радости. Потому что всё время засуха, всё время жара, дождей не было. А вот сейчас он даже нам в радость. Поэтому не грустим. Двигаемся дальше на страницах моего журнала. Я вижу, что вы активность проявляете. Пока не так много подписчиков. Что меня совсем, в общем-то, не огорчает. Есть настоящие друзья, которые смотрят всё это. Тысяча просмотров. Не так уж и много. Но они прибавляются. Потому что видео действует. Оно работает. Нет-нет. Кто-то ещё новенький заглянет. Ну, вот так. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова